Всем привет! Итак, сегодня у нас 26 июня 2024 года. Стартовал чемпионат России среди мужчин в Нижнем Новгороде, Высшая Лига. В первом туре я играл против молодого шахматиста с Алтайского края Михаилом Паниным. Он вышел с третьего места, но не проиграл в отборе ни одной партии. И при этом ни с кем не играл на ничью, что очень важно. Шахматист достаточно боевой, интересный. Партия получилась забавной, не безошибочной. Начнем с того, что после... После ходов Е4 было принято решение, так же, как и в первом туре чемпионата Уральского федерального округа, сыграть С5. Конь Ф3, Конь С6. Здесь мы ждали, ну, разные возможности с трейлером, но ход Слон Б5 я не посмотрел. То есть мне стыдно, я объяснял нескольким ученикам, как здесь играть черными, и был уверен, что вспомнил. На самом деле, я все перепутал. То есть, С6, Ладья Е1, Е5. Здесь есть интересный ход Б4, вот прямо немедленный, немедленная Б4. Там какие-то сложнейшие варианты, у меня все записано, правда. Вот, но мог и не вспомнить. Слон БЦ6, вот тоже вполне добротный. После ДЦ, Д3 возникла одна из таких полутабий варианта Рассалима, в котором у черных есть различные возможности. Вот, я решил пойти Б6. Ход одобряется компом, мне лично он не особо нравится. На А4 ход А5 практически, на мой взгляд, вынужденный, потому что допускать А4, А5, и после этого в любой момент Ладья А1 может заиграть с места, мне не хотелось. Конь А3. Ну, здесь основной ход Конь Е7. Есть интересный ход Ферзь С7 с идеей коня через Ф6, А5 на Ф4 отправить при случае. Вот. Ну, есть Конь Е7. К сожалению, нельзя пойти Конь А6, потому что белые просто выигрывают пешку. И вряд ли здесь два Слона так здорово компенсируют эту потерю. Все-таки у белых мощный центр, и вообще все пешки на доске у них. Вот. Я сыграл Ф6, ход откровенно слабый. Но у меня была идея поставить Коня на Ф7. Ну, как откровенно слабый? Можно так играть. Можно. Я очень боялся ответа С3 и собирался жертвовать пешечной структурой. То есть мы потом это посмотрим. Ф6, Слон Е3. Было сыграно, на мой взгляд, ход немножко неточный. Конь А6. Ну, вот если бы сейчас пошли С3, я собирался играть, по-моему, Конь Ж4 и возвращаться назад. И после Д4 возникает позиция, которая могла возникнуть после 11-го хода, если белые сыграли С3. ДЦ. Ну, у черных вроде бы слабые пешки, но на пешку С5 невозможно напасть. Слон идет на Е6. Второй встает на Е7. Ну, как по мне, у черных вполне полноправная игра с шансами на перехват при случае. Вот. То есть можно так играть. Последовало Аш-3, Конь Ф7, С3, рокировка Д4. Здесь очень много интересных возможностей. Можно было на Д4 просто разменяться два раза и, допустим, пойти С5 практически на любое взятие на Д4. Вот. Движок говорит, что интересно вот такая линия пожертвовать пешку на С5, но забрать на Б2. И после СБ вот эту позицию с лишним качеством у черных он оценивает как пример на равную. Ну, возможно, у меня просто слабый движок, и он не набрал глубину. Пешка Б6, безусловно, гарантирует белым игру на победу в течение длительного времени. Вот. То есть более чем компенсирует откинутое качество. Я решил сам пожертвовать. Пошел С5. Ну, конечно, никто не пойдет на вот такой заманчивый для черных... Сейчас еще на Д1 пробью. Вот на такой заманчивый для черных варианты. Ф4, слон С1. Слон бьет Е5, конь С4, слон С7. И сейчас слон выскочит на Е6. То, что у черных сдвоенные пешки никого не волнует. Слон С1 не играет. Конь С4 тоже фигура достаточно подозрительная. При случае из-за коня С4 белые потеряют пешку А4. Слон Е6, Б5. Слон Е6, Ж5 и ладья Д8. То есть такой очень приятный... Нет, сильнейшим образом сыграл Михаил. Е6, Е4. Здесь был забавный вариант ФЖ. Ну, и я считал, что... Вот эта позиция... Ну, с компенсацией за отданные пешки... Забрать-то белые тут вообще дофига могут. Ну, сказать, что я тут что-то пытался посчитать дальше, это значит соврать. Мне казалось, что мощные слоны и проблемки с королем дают черным нормальную контр-игру. Движок с этим согласен. Интересно было Конь Е5. Я собирался меняться и бить ЖФ. Пешка на Е5 вроде проходная, но... Черные хотят пойти слон Е6 и потихоньку ей заняться. Вот. То есть Конь А3 может оказаться очень подозрительным. Интересно было Конь Д2. Движок считает, что здесь у черных тоже великолепная компенсация. Хотя у белых мощная проходная пешка на Б6. Важно, что они не могут забрать слона путем Б7. Черные съедят и на ферзь Б3 шаг закроются ладья Ф7. Вот. И вот эту позицию... Да. Я был готов на нее пойти. Мой противник ответил Конь H2. ЖФ, ДЦ. БЦ слон бьет С5. И здесь я решил сыграть максимально интересно. Но, как вы догадываетесь, не очень сильно. Вот. Иначе бы я об этом не говорил. Я пошел здесь Конь Е5. Пожертвовал качество. Ну, простой ход ладья Е8. Давал черным очень удобную игру за пешку. Сильный ход слона Х6. Выпал из моего поля зрения. То есть, белого слона на Ф4 не пустили. Слон Е6 готов отправиться на Б3. Пешка Е4 вот-вот станет проходной. Пешки А4 и Б2 у белых, скажем так, в опасности. Я пошел Конь Е5. И мой противник после длительных раздумий решил качество не забирать. Хотя, в этой позиции, после ладья Д1, слон А6. Ну, действительно, позиция выглядит опасной. То есть, Коня А3 в бой ввести не так просто. Например, Конь С2 просто... Ну, просто-просто, извините. Конь С2 ведет, видимо, к проигранной позиции. То есть, сейчас ладья лезет на Б3, висит на Б2, висит на С3. Конь С2 в игру так и не вошел. Ладья Д5 тоже при случае рискует потеряться. На Б3, кстати, может слон оказаться, а не ладья у черных. То есть, ну... Конь Х2 вне игры. Ферзь А3 тоже. А на Ферзь Б6... Ну, так далеко я не считал. Я считал, что здесь есть компенсация. Движок предлагает мощный ход Ферзь Б8. И говорит, что компенсация вполне достаточная для... Ну, видимо, для равенства. При этом, на мой взгляд, играть аккуратно нужно именно белым. У них оба коня разбросаны по доске. На краю доски находятся. После Ферзь Б3 в шаг позицию движок оценивает почти как выигранную. Только надо было в этой... Вот здесь вот сделать Роману Юрьевичу самый естественный ход. Конь Д3. Тут важный момент, что на Коне Ф3 сильно слон А6. И Конь Д3 защищен. Никак с ним. И бороться с ним очень тяжело. Ключевая угроза Ферзь Д5. Разменять Ферзей. Потом Ладья Б7. И на Б2, на Ц3 начать... Отнимать, в общем, эти слабые пешки. А если Слон Б6, то вот тоже Ферзь Д5. И, например, после Ц4 Ферзь Д6. Грозит Ферзь Б4. И после размена теряются... Белые, наверное, весь Ферзевый фланг потеряют. А после Ц5 Ферзь Д4 вне игры оказывается Слон Б6. И снова у белых, видимо, безнадежно. Сейчас Слон А6, Ладья Е8. Вот. Но я сыграл по плану. Достаточно быстро. Ферзь Е8. С идеей нейтрализовать вот эту связку. Ладья Ф7 связана. И была задача поставить Слона на Е6. После Ф4 перевес уже переходил в руки к белым. У них две пешки за качество. Пешка опять при случае является слабостью. Конь Д6 пограшивает. В общем, здесь от черных требуется аккуратная игра. И я не уверен, что смог бы ее продемонстрировать. Но белые сыграли Слон Д6. И вот здесь отдали мне пешку. И вот сейчас я допустил грубейшую ошибку. Причем я отлично понимал, что белые хотят сыграть Слон Ф4 и задержать пешку Д3. Но ход Ф4 найти не смог. Угроза Коль Ж5 выглядит опасной. Но ход Коль Ж5 просто проигрывает. Грозит Ферзь Е1 шаг. И, в общем-то, не видно, как спасаться от пешки Д2. Я сыграл Ферзь Д7 после Слон Ф4. Слон Д5. Конь Д2. Позиция все еще у черных выигранная. Надо только разменять Ладью Е1. Мне не понравилась Ладья Е8. Я просто не досчитал. Движок говорит, что Ладья Е7 тоже хорошо. Мы плюем на пешку С6. И после, скажем, размена, пешка Д3 она решает. Можно, наверное, просто Слон Ф7 отойти на Ферзь С6. Ладья Д8 висит на Б2. Пешка ЦС проходной можно назвать только с очень большой натяжкой. Ну, движок говорит, что Ладья Е8 еще сильнее. Ход Слон Б2 я, конечно, не видел. После Слон Ф8 белые просто попадают под страшную атаку. Грозит Д2. Грозит Ф4. Все перевязано. Ну и, конечно, белые должны проиграть здесь. Ну, я сделал дурацкий ход Ферзь Б7. Я сейчас вопросительным знаком отмечу. Вот. И все равно у черных большие шансы на победу. Но после Код С4, ну, меня посетил такой клюк. То есть я изначально планировал разменяться. И грозит Ладья, где-то грозит Ладья Б7. С4 не опасно, ввиду Слон Е4. И нет хода Ф3 из-за Слон Д4 шаг, по-моему. А может и нет. Кстати, я не посмотрел, почему С4 не опасно, наверное. Вот. Ну, в общем, я взял на С4. Это было глупостью. И вот эта позиция уже равная. Слон Ф8 я поднял. Не такой плохой ход. Король Ф1, Ладья Д8. Ну и здесь мне казалось, что ему нужно срочно активизироваться. Я собирался хватать линию Е. Ну и сейчас где-то, может, Ладья Е4 пытаться пойти. Ввиду того, что все время белым надо считаться с ходом Д2. Им очень сложно привести в движение пешки ферзевого фланга. Вот. Ну, так. Сложнейшая позиция. И надо сказать, что здесь у нас уже примерно по полторы-две минуты осталось. И мой противник начал делать слабые ходы. Ладья Д1 еще более-менее. Но Ладья Д2 уже ведет к проигранной позиции. Почти что. После Ладья С5. Ну, конечно, надо ходить было к Олье Е3. Обязательный ход. Я собирался играть А5. Брать на Д3 белые не могут. Черные заберут на Б2. И пешки С3 и А4 однозначно станут добычей. Вот. Ну, после Ж4. Вот здесь, в общем, у белых еще есть шансы отбиться. Вот. Ну, последовал ход, которого я никак не ожидал от неплохого шахматиста. Конь ушел на край доски. И если бы я сыграл Король Ф7, то, по-моему, партия просто заканчивается. Бить на Д3 нельзя, из-за Ладья бьет Б2. На слон Е3 последует, как и в партии, Ладья Е5. Я сделал ход Ладья Д7 слабый. И если бы белые сыграли с Ж3, то вот здесь у них снова появлялись шансы отбиться. Конь на А3 стоит ужасно. Ладья на Д2 тоже очень пассивна. Задача черных разменять чернопольных слонов и подключить к игре Короля. Но реализация, в принципе, еще, в общем, была бы длительной. После слон Е3, Ладья Е5 выяснилось, что у белых нет ходов. Грозит Ладья Е4 и Ладья бьет А4. Ну, или если белые на Ладья Е4, как и НЦ4 пойдут. А, слон бьет А3, кстати, тоже грозит. Если бы Михаил сыграл слон Д4, то после Ладья Е4 нельзя бить на Д3, зацепить связка. И вот этот першпиль, он легко выигран у черных. Вот. Потому что Ладья, все-таки, она намного сильнее слона. Хотя тоже еще какие-то препятствия пришлось бы преодолевать. Кольца Е4. Коль вроде вошел в игру. Но теперь под прицелом белый слон. Грозит все время Ф4. Бить на А5 нельзя. Из-за Ладья бьет А4 и угрожает не только взятие коня, но и Ладья А1 мат. А после коня Б6 ладья Б7 неожиданно теряется конь. Здесь я мог взять на Е3 сразу. Эта позиция легко выигранная. Но мне показалось, что нет смысла. Я пошел Ф4. Сильнейшим за белок я считал ход конь Д7. Ну и здесь проще всего взять на Д7, взять на Е3. И сейчас пешка идет до А3. И черный слон очень легко должен справиться с пешками противника. Ну, поддержанной Ладьей, естественно. Но последовало слон Д4. И после Ц5 белые теряют либо слона, либо коня. В общем, вот на этой позиции у нас все закончилось. Ну, что сказать. Я играл относительно неплохо. Мой противник тоже, но все местами. Оба ошибались. И по большому счету результат мог быть любым. В общем, всем спасибо за внимание, за поддержку. Планирую и дальше рассказывать, как идут мои дела. Все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»